Так, ну давайте будем приступать. Мы вот только с вами вернулись с таких условных каникул после третьего модуля, такие каникулы с экзаменами, да. Уже скоро майские праздники, там тоже отдыхать с вами будем. Немного до них осталось. Ну и вот мы с вами уже после того, как больше половины курса прошло, подходим к концу нашей очень-очень большой темы под названием линейные модели. Мы сегодня ее закончим. Вот это очень здорово. И начнем говорить уже про более такие продвинутые вещи, про деревья, композиции, там random forest, градиентный бустинг. Мы снова выйдем на некоторый пик по сложности. Ну а пока давайте все же закончим с нашей с вами старой темой. И нет-нет-нет, как раз-таки вот контрольный не будет, пока мы градиентный бустинг не пройдем. И это случится уже после майских. Поэтому тут не переживайте. Я очень люблю вопросы по бустингу, по деревьям. Я не собираюсь лишать себе удовольствия поспрашивать вас про это на контрольной. Контрольной что будет? А вот вы можете на Вики зайти. У вас там есть и пример вопросов с прошлого года, и даже нулевой вариант имеется. Так что у вас там очень много информации. Сходите, посмотрите. Много полезного. Но это предварительно все. Я, может, поменяю вопросы в этом году немножко. Но можно считать, что то почти выглядит как вопросы этого года. Сложно ли написать контрольную на 8? Ну, скажем так, сложно, но вполне возможно. Слайды скину, сейчас сделаю. Вот. Сложно, но можно. Вот. То есть многие справляются. Ну и при этом, вот как я вам вначале озвучивал, мы ставим автоматы тем, кто получил хорошую накопленную оценку и хорошую оценку за контрольную. Вот. И автоматы получает довольно большая доля студентов. То есть там контрольную на 6 баллов хотя бы пишут многие. Так что тут не переживайте. Вот. Если вы потом решите на машинное обучение 1 пойти, вот, которое я на PMA читаю, вот там контрольная, конечно, да, там я не умею себя сдерживать. Вот. А здесь не переживайте. Сейчас я слайды залью. Да, хорошо, это 6 или больше. Нет, 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 автомат. Сейчас, секунду, наберу GitPush. Автомат – это когда мы выкидываем экзамен из формулы. То есть типа я говорю, что если у вас хорошее накопленное, то есть мы удаляем экзамен из формулы и перенормируем. И если у вас хорошее контрольное, то мы просто на коп ставим вам в итог. То есть, грубо говоря, если вы все кроме экзамена на 10 написали, у вас на коп 10 и вот. Контрольное СМУ 1 в этом доступе. А там тоже на ВИТе можете найти. Машинное обучение 1. Там есть нулевой вариант. Можете по нему оценить, насколько она гробовая. Вот. Все доступно. Ладно. А когда по датам контрольное? Ну, что-то типа числа 18, по-моему, я планировал. Что-то такое. Ну, только я не помню. А, вот, да. Да. Ну, короче, на лекции, которая будет вторая в мае. Вот. Первая будет сразу после майских, а вторая вот через неделю. Вот там. Ладно. Все. Давайте немножко еще пообсуждаем с вами метод опорных векторов. Да, я обещал вам, что мы его обсудим поподробнее. Ну, вот я вас немножко придушил в прошлый раз такой там теории, которую на самом деле сейчас нам не нужно в нее погружаться. Поэтому давайте я вам проговорю еще основное, что вам про СВМ нужно помнить. Значит, мы с вами обсуждали, что один из способов обучения линейных классификаторов – это учиться вот на такую функцию потерь. Ну, точнее, на такой функционал. Вот откуда он берется? Мы с вами говорили на прошлой лекции, что вот, допустим, есть такая выборка, есть три модели. И вот какая из них лучше? Мы обсудили, что лучше фиолетовая, потому что она не делает дополнительных никаких предположений о ваших данных. Вот, например, желтая считает, что у вас вот здесь вот много объектов. Синяя считает, что у вас там вот здесь зеленая. Считает, что вот здесь у вас много объектов. Непонятно, откуда они это берут. Вот, а фиолетовая, да, вот, вот, да, Никита правильно говорит, что это как принцип бритва Акама, да, не делать лишних предположений. Вот здесь ровно оно, да. Вот, и, значит, поэтому мы хотели бы как-то вот строить модели, чтобы они не делали лишних предположений о данных, то есть чтобы они проходили как можно дальше от объектов. Для этого мы будем максимизировать вот то, что называется отступом, то есть расстояние от модели до ближайшего объекта, обучающей выборке. Ну и вот мы с вами там, так сказать, утверждали, что это соответствует решению вот такой задачи. Вот это, просто норма W, это как бы величина обратная к расстоянию от разделяющей прямой до ближайшего объекта. То есть если ближайший объект вот это, то расстояние до него будет равно 1 делить на норму W в квадрате. При некоторых условиях, и вот, собственно, условия на модель, при которых расстояние от разделяющей прямой до ближайшего объекта считается через вот эту норму, оно заключается в том, что у меня все отступы должны быть больше или равны 1. Вот если это так, то у меня считается расстояние таким образом. Ну и более того, если вот это условие я требую, чтобы было выполнено, то у меня все объекты будут классифицироваться корректно. Пока что эта задача записана только для случая, когда я могу все объекты классифицировать корректно. То есть когда я могу провести прямую так, чтобы объекты первого класса были с одной стороны, все объекты первого класса, а все объекты другого класса были с другой стороны. Вот если я так могу сделать, тогда вот эта задача валидная. Ну и, собственно, вот можно ее решать. Как ее решать, это отдельная история, которую мы тоже не обсуждаем. Там довольно сложные методы оптимизации, которые решают вот такие задачи условные. Вот здесь вот видите, не просто чего-то надо минимизировать, а еще с какими-то ограничениями. Это существенно усложняет все, что происходит. Вот. И, значит, если говорить про теперь более реалистичные случаи. Ну, кстати, метод Лагранжа – это не совсем как бы именно метод решения. Это скорее метод, как найти аналитическое решение, что, как правило, не работает здесь. Поэтому там нужны еще более далекие методы. Типа какой-нибудь метод внутренней точки, прямо двойственный метод. Такие вот есть там методы. Ну, мы про них, конечно, не будем сейчас говорить. Так вот. Значит, теперь поговорим про более реалистичный сценарий, когда у нас выборка неразделимая. Когда вот какую бы вы прямую не провели, у меня какая-то тенденция. Последнее время зеваю часто во время лекций. Не знаю, к чему бы это. Будем считать, что кислорода не хватает в кабинете. Так вот. Значит, какую бы прямую вы не провели, ошибки будут. А вот говорят, что зевать это к дождю. Ну, надеюсь, нет. Не хотелось бы. Я зон сегодня не взял. Вот. И, значит, вот что делать тогда? Как быть, если выборка неразделимая? Ну, вот проблема, что тогда вот эти вот ограничения выполнить невозможно. Вот эти ограничения требуют, чтобы отступ на любом объекте обучающей выборки был больше или равен единице. Но если у вас выборка неразделимая, то какую бы прямую, какой бы классификатор вы не провели, какой-то объект будет не с той стороны, на нем будет ошибка. А мы с вами помним, что если на объекте ошибка, то этот отступ на нем отрицательный. Ну, это уже не очень здорово. Поэтому мы будем с вами пытаться сейчас как-то это дело ослабить. А именно предлагается сделать следующее. Давайте мы разрешим на каждом объекте отступу быть поменьше, чем единичка. А именно пусть будет отступ у меня больше или равен некоторого числа 1 минус кси-ито. Это греческая буква кси, если не знали. Ее очень тяжело писать от руки. Вот я как-то так пишу, и это очень криво получается. Так что можете потренироваться как-нибудь. Это некоторый параметр. Он неотрицательный. И он говорит, насколько я позволяю этому объекту не выполнять мои требования. Насколько я позволяю на этом объекте отступу быть поменьше. Например, я могу взять кси-ито для конкретного объекта, равное, допустим, 2. Тогда у меня отступ на этом объекте может быть больше или равен минус 1. Ну, то есть отступ уже может быть отрицательным. На этом объекте, значит, я разрешаю ошибиться. И вот кси определяет, насколько вообще я на каждом объекте такие вот допущения разрешаю. Вот тут говорят, что букву кси любят физики-теоретики, что ее сила в том, что никто не умеет ей писать от руки, поэтому можно писать как угодно. Вот, да, это правда. А есть еще буква зета. А почему мы взяли изначально единичку, Петр спрашивает? А на самом деле там любое число можно было взять. Там можно показать, что вот в этой задаче берете вот здесь любую константу положительную, и решение будет одно и то же. Поэтому можно забить. И типа взять самое простое, то есть 1. Но поставите 2, ничего не изменится. Как бы классификатор будет с такой же ошибкой. Так вот, ну да, зета, ну да, есть зета-пункция Риммана. Вообще много где зету тоже любят использовать, но это вообще невозможно написать, я не умею. Так вот, значит, как думаете, в чем проблема вот этой задачи? Значит, вот здесь параметрами у меня являются w, w0 и кси. Кси я могу подбирать как мне угодно, чтобы у меня вот мой функционал был поменьше. Вот в чем проблема этой задачи? Так, ну тут уже есть в личке правильные ответы, но это давайте не будем. Пробую поугадывать все-таки. Слишком много параметров. Нет. Много кси подбирать надо. Ну что поделаешь, не страшно. Вот, да, нет штрафов за кси, кси может быть какое угодно. Да, то есть я могу, в принципе, взять кси, равное там огромному числу, там 10 в степени 1000. Тогда я просто смогу в качестве решения взять веса, равные нулю. Беру веса, равные нулю. Вот это дело у меня, и w0 тоже возьму равным нулю. Тогда вот это дело у меня зануляется. 0 больше или равен 1 минус огромное число. То есть все выполнено, и как бы значение функционала минимально из возможных. То есть да, то есть мне нужно как-то еще эти кси ограничить, чтобы не было вот так. Ну вот, собственно, такая задача получается. Ограничение я оставляю как есть, но еще в функционал добавляю штраф за сумму ксей. Вот как бы чем больше сумма всех кси, тем хуже. И вот такая получает задача. Ну да, 1 на l еще можно написать, но не обязательно. Вот, получается задача, где я штрафую одновременно за маленький отступ. То есть плохо, если у меня моя модель, моя разделяющая поверхность находится близко к ближайшему объекту. И плохо, если я слишком много ошибок позволяю допускать моей модели. Плохо, если у меня сумма у этих послаблений слишком большая. Ну и вот такая задача уже получается довольно разумная. При этом смотрите, при этом с мне здесь позволяет балансировать между тем, что мне важно. Если я с беру маленьким, то мне в принципе не страшно, если я много ошибок позволяю. То есть даже если кси у меня большие, маленькая с не страшно. И тогда при маленьком с у меня будет отступ большой. То есть видите, расстояние от фиолетовой. Да, при маленьком с у меня оптимальной будет фиолетовая прямая. И вот видите, расстояние от прямой до ближайших объектов большое, но при этом много ошибок. Вот ошибка, вот ошибка, вот, вот. Ну конечно, дофига ошибок. Вот. Но при этом отступ большой. А если с взять большим, то есть наоборот, сильно штрафовать за ошибки, тогда у меня оптимальная окажется, ну, скорее зеленая прямая. Потому что здесь хоть и отступ маленький, зато ошибок поменьше. Вот. Так что вот можно это балансировать. Как мы выбираем с, как и любой гиперпараметр, по отложенной выборке. То есть просто делаете отложенную выборку, с перебираете по сетке какой-нибудь, как вы это делали с коэффициентом регуляризации. И выбираете такое с, при котором ошибка на тестовой выборке поменьше. То есть вот ничем вообще не отличается от подбора лямбды в регуляризации. Еще такой вот есть момент, связанный с методом опорных векторов. Да, кстати, вот есть, если у математиков, я себя к математикам не отношу, но вот часто у моих знакомых математиков есть такой вот снобизм по поводу того, как правильно словать или иные произносить. И вот, например, есть такая тема, что вот есть слово вектор, в множественном числе векторы. А вот некоторые говорят вектора, и это неправильно, это типа порицается. Вот так что вот метод опорных векторов правильно говорить. Вот. И можете быть снобами и других тоже поправлять потом. Вот. Еще один повод для математического снобизма, кстати, это слово оптимальный. Вот иногда говорят, что вот типа это решение самое оптимальное. Вот так неправильно. Оптимальный – это как бы вот уже лучший, да. И поэтому не может быть самого оптимального, да. Это и так уже вот лучшее, что есть. Поэтому вот если вы говорите, что вот какое-то решение оптимальное, оно просто оптимальное. Там самое оптимальное – так нельзя. Ну, если что, мне без разницы, как вы говорите. Просто так поделился фанфактами из мира некоторого. Да, да, окошко надо открыть, я согласен. Ну, у меня приоткрыто. Но вот я говорил, что у меня в комнате кислорода не хватает. Вот следствие. Да, но, кстати, из интересного у меня за ЕГЭ по-русскому было больше баллов, чем за ЕГЭ по математике. Так что я могу себе позволить. Так вот, значит, давайте отвечу на ваши вопросы. Почему метод опорных векторов так называется? Окей, давайте перед этим слайдом скажу. Вот оказывается… Сейчас вот давайте вот этот слайдик открою. Оказывается, что вот у вас же модель в SVM, в методе опорных векторов, она записывается, ну, типа как знак от скалярного произведения W на X плюс W0. Оказывается, что если там привлечь математику и записать вот то, что называется двойственную задачу, неважно, что это, то можно записать модель еще немножко в альтернативном виде. Это будет знак от суммы по всем объектам. Здесь некоторый коэффициент альфа ИТ, Y ИТ, скалярное произведение X на X ИТ. Ну и W0 тоже надо добавить, по-моему. Вроде да, 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 нужно. Вот. W0 пишем отдельно, ну, типа, потому что в функционале важно, чтобы норма была без W0. Именно без W0 норма отражает расстояние до ближайшего объекта. Ну вот. Короче, можно записать в таком виде. И оказывается, что вот… То есть, видите, получается, что моя модель, она как бы сравнивает мой новый объект X со всеми объектами обучающей выборки и суммирует эти сходства с какими-то коэффициентами. И вот оказывается, что коэффициент альфа ИТ для большинства объектов обучающей выборки равен нулю. То есть, моя модель зависит только от небольшой части обучающей выборки. И эта часть – это объекты, которые самые близкие к моей прямой. То есть, вот этот и вот этот, наверное. И это объекты, на которых я ошибаюсь. То есть, вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. А от всех остальных модель не будет зависеть. И вот, собственно, вот эти вот объекты, от которых зависит модель, у которых альфа ИТ, а не нулевой, называются опорными. И вот это называется, получается, название метод опорных векторов. Ну, это вот кратенькая идея такая. Вот. Так, вот еще, да, Андрей говорит, что этого следующее сравнение решение оптимальнее, чем другое некорректное. Да, так нельзя говорить. Нельзя говорить, что одно решение оптимальнее другого. Это неправильно. То есть, типа, одно решение лучше другого. Решение, может быть, там, более корректное. Например, там вот что-нибудь такое. Ну, вот. Да, все, все, заканчиваю душить. Да, все, прекращаем. Так вот. Значит, вот еще вопрос. Сколько кси нужно подобрать в таком случае? Да, столько же, сколько объектов. Да, ксей у вас столько же, сколько объектов. У вас получается, что W у вас D штук, W 0 одна штука, ксей L штук. То есть, у вас L плюс D плюс один параметров в этом методе. Зачем нужен C? C нужен, чтобы балансировать между тем… Значит, C определяет, что мне важнее. Чтобы расстояние от разделяющей прямой до ближайших объектов было побольше. То есть, чтобы как бы я не делал предположений дополнительных. И между числом ошибок. То есть, C, по сути, балансирует между красивостью прямой, тем, насколько она там регуляризованная, и тем, насколько я мало ошибок допускаю. Вот C за баланс отвечает. Так, то есть, альфа больше нуля на объектах, на которых мы ошибаемся, либо на них, либо на тех, которые лежат на границе, то есть, которые самые близкие к моей модели. По какому принципу выбирать C? Это параметры, по которым вы оптимизируете. Это такие же параметры, как W. Ваш метод оптимизации должен сам эти C подобрать. Вы их сами не задаете. Это просто типа обучаемые параметры. Ну, вот тут, конечно, меня решили передушнить. Склоняется ли C до C или до C? Ну, нет. Я же говорю, что я себе позволяю ошибаться. Ну, да, да. То есть, я где задание, правильно пишите, да. Так вот, значит, дальше можно… Ну, вот это плохо выглядит. То есть, вот это как бы задача условной оптимизации с какими-то условиями. Это очень неприятно решать. Хочется записать попроще. Ну, и вот оказывается, что можно тут пошаманить, поработать над ограничениями и записать эту задачу в альтернативном виде, эквивалентном виде. Вот в таком. То есть, вот задача метода опорных векторов эквивалентна вот такой задаче, где у меня C умножается вот на такую штуку. Максимум из нуля и один минус отступа плюс норма W в квадрате. Это вот то же самое. Решите эту задачу, получите то же самое решение, что у той задачи условной оптимизации. И эта задача, смотрите, показывает нам, что мы на самом деле сделали. Вот это регуляризация. То есть, мы хотели, чтобы у меня расстояние от разделяющей прямой до ближайшего объекта было как можно больше, чтобы я не делал дополнительных предположений о данных. А оказалось, что это то же самое, что обычная L2 регуляризация. И вот здесь, мне кажется, это такой красивый очень момент, что оказывается, вот мы регуляризацию ввели совершенно из других предположений, что вот большие веса – это признак переобучения, там, ну, много рассуждали про это. А оказывается, можно было еще по-другому ее ввести. Можно было сказать, что мы хотим делать как можно меньше предположений о данных. И для этого мы хотим, чтобы наша разделяющая прямая была как можно дальше от ближайшего объекта. И это то же самое. Прикольно же? Мне кажется, прикольно. А второе слагаемое – вот это, это просто какая-то ошибка. То есть у меня вот какая-то функция потерь здесь считается и коэффициент С. То есть, по сути, коэффициент С – это то же самое, что коэффициент регуляризации. Могу вот отсюда убрать, сюда его поставить, и это будет коэффициент регуляризации. Вот такой вот смысл у метода опорных векторов, оказывается. Ну и давайте мы немножко его еще сравним. Вот есть логистическая регрессия. Я вот, кстати, зря не подписал, здесь я не прав был. Вот, значит, смотрите. Вот это мои функции потерь. Значит, вот здесь у меня отступ по этой оси. Здесь значение ошибки в зависимости от отступа. Синяя кривая соответствует логистической регрессии. Оранжевая соответствует методу опорных векторов. Это вот как устроены функции потерь там и там. Ну, в логистической регрессии это там логарифм от 1 плюс экспонента в степени минус отступ. В SVM это максимум из нуля и 1 минус отступ. Вот. Вот посмотрите на эти два графика, синий и оранжевый. Вот как думаете, а чем они отличаются? В чем их принципиальные отличия? Можете сказать? Вот с точки зрения того, за что они штрафуют, за что не штрафуют. Вот можете порассуждать. Вот глядя на них, чем у меня логистическая регрессия от SVM отличается. Дифференцируемость. Ну, дифференцируемость только в одной точке здесь с проблемами. Это как бы вот в точке 1. Не страшно. Разберемся. Что по оси Х? Отступ. Отступ. То есть это у меня как бы Y умножить на скалярное произведение W на X. Значение ошибки в зависимости от отступа. Так, еще какие-нибудь мысли. В чем принципиальное отличие синего и оранжевого? Так, линейный штраф. Ну, кстати, линейный штраф-то, ну, то есть у логистической регрессии тоже она в прямую превращается. Они вот слева примерно совпадают. Сильнее ошибка при маленьком отступе. Так, так. СВМ раньше перестает как бы сходиться к единице. Вот, вот, да. Вы в правильную сторону рассуждаете. Да. Значит, смотрите. В чем отличие? У СВМ, когда у меня отступ достиг единички, все, штраф нулевой. То есть вот здесь везде штраф уже ноль, и мне нет смысла ошибку как-то растить дополнительно. То есть от того, что там, ой, господи, нет смысла отступ растить. То есть отступ один, отступ два, отступ тысяча, неважно. Мне не нужно растить уверенность дальше, чем единичка. А вот в логистической регрессии отступ имеет смысл растить. Отступ один хуже, чем отступ полтора. Отступ полтора хуже, чем отступ два. И вот как бы ошибка здесь будет все меньше и меньше при росте отступа остановиться, и к нулю она, но только на бесконечность сходится. Что отсюда следует? Отсюда следует, что... Ладно, я... Блин, ладно, тогда напишу тут. Короче, выводы. То, что логистическая регрессия растит отступ, ну, это можно доказать, сейчас я это делать не буду, приводит к тому, что я получаю хорошие оценки вероятности. И вот логистическая регрессия, по сути, вам нужна, ее нужно использовать, если вы хотите получать на выходе вашей модели оценки вероятности. То, о чем мы говорили с вами всю прошлую лекцию. А СВМ, он вероятность оценивает плохо, мы это с вами знаем уже. Но зато практика показывает, что СВМ дает вам, как правило, более хорошее значение метрик качества классификации. То есть, если мы хотим оптимизировать, там, допустим, F-меру или там площадь под рог кривой, то тогда СВМ это то, что мне нужно. Вот. То есть вы как бы, когда выбираете, какой метр применить, смотрите, вероятности вам нужны нормальные или вам вероятности неинтересны. Если вероятности нужны, то логистическая регрессия ваш выбор. Если вероятности нужны, и вам лучше бы там аукроп побольше получить, то СВМ. Ну, вот как бы правило такое. Ну, оно, разумеется, не всегда будет работать, но в большинстве случаев оно оказывается применимым. Такие дела. Вопросы какие-нибудь? Так. Значит, то есть нам важнее, если нам важнее лучше классифицировать, а не видеть вероятности, СВМ именно по классам распределить лучше? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Вот. Валерия спрашивает, есть ли случаи, когда нужно и то, и то использовать? Да сложно представить. Ну, то есть все-таки вам нужно выбрать, на какую функцию потерь обучаться. Как-то совмещать их, наверное, не видел такого. Наверное, скорее не нужно. Так. Еще раз функцию потерь в СВМ. Да, вот она. Вот. Максимум из нуля и один минус отступа. Окей. Ну чего. Давайте поговорим еще про многоклассовую классификацию. Это такая тема небольшая, несложная, но надо обсудить. Вот мы до этого с вами говорили… А, нет, вот еще вопросик, ладно. В Сейкетлёрне есть разные методы опорных векторов. В чем разница? Там, значит, во-первых, разница в том, какие методы оптимизации используются. Там разные методы для решения. Во-вторых, там разные возможности. То есть там какой-то поддерживает из коробки калибровку. Вот то, что на семинарах у вас уже было или будет сегодня. Кто-то там не поддерживает. И еще некоторые из них позволяют, да, вот Владислав правильно говорит, делать kernel trick. То есть в некоторых вариациях SVM вы можете сделать его нелинейным. Это довольно уже устаревшая история. Сейчас мало кто этим пользуется, но в теории это возможно. Так вот, значит, как правило, мы с вами решали задачу бинарной классификации вот до этого. То есть мы брали какую-то выборку, где всего два класса, и вот как-то разделяли. Но понятно, что как бы никто там Вселенную не ограничивает, и она может нам подкинуть задачу, где классов больше двух. Например, вот такую, где у вас три класса – синий, оранжевый и серый. Вот как быть? Ну вот тогда, например, можно пытаться отделить каждый класс от других прямой. Ну и в целом, как бы вот есть такая концепция часто в математике, например, что если вы уже умеете решать какую-то задачу, то более сложную нужно сводить к вот той, которую вы умеете решать. И вот здесь мы тоже будем делать так. Давайте мы будем пытаться отделять каждый класс от остальных своим классификатором. Ну вот как здесь нарисовано. То есть вот красная прямая отделяет оранжевое от всего остального. Опять душно стало. Вот извините. И так далее. То есть вот такую концепцию можно делать. Давайте запишем это формально. Такой подход, когда мы отделяем каждый класс от всех остальных, называется one versus all. Еще одно название – это one versus rest. В сейкетлерне это так называется вроде. ОВР сокращенно. Итак, значит, пусть у меня классов k штук. То есть пространство ответов – это целые числа, натуральные числа, от 1 до k. Для каждого класса, k маленького, я сформирую свою обучающую выборку. То есть я скажу, что у меня объекты все те же самые, x и t, а вот целевая переменная – это индикатор того, что класс равен k. То есть у меня выборка с теми же объектами, но с индикаторами просто конкретного класса. Относятся или не относятся к классу номер k. Так, Ксения, вопрос вижу, чуть позже отвечу. Дальше мы на каждой такой выборке… У меня же теперь вот каждая выборка x-ката – это выборка уже для бинарной классификации. У меня ответов всего 2, там 0 и 1. Обучаем свой классификатор – Акатая. Ну и вот классификатор, который мы обучим, бинарный, он же выдает мне какие-то уверенности, принадлежности к классу. Например, скалярное произведение или сигмоиду вероятности или еще чего-то. И давайте мы отнесем новый объект x, когда мне нужно уже применять мою модель, мы объект x отнесем к тому классу, для которого уверенность самая высокая. Приведу пример. Кстати, Ксения спрашивала, почему прямые близко к своему классу. Я для примера просто нарисовал. То есть это не то чтобы оптимальный результат, я просто как-то их накидал. То есть сильно не вдумывайтесь в глубинный смысл здесь. Так вот. Значит, вот я провел какие-то прямые. И, допустим, пришел мне какой-то объект, ну вот, допустим, вот такой. Я смотрю на уверенности. Для зеленой прямой, то есть для классификатора, который к серому классу относит, у меня этот объект находится с правильной стороны, скалярное произведение там будет, ну, чего-нибудь типа 2, например. Для синей прямой я нахожусь супердалеко и со стороны как бы чужого класса. То есть уверенность будет чего-нибудь типа минус там 30, наверное. Для красной прямой я тоже нахожусь не с той стороны, не так далеко, как от синей. Поэтому тут будет минус 10, например. Ну и вот все. Самая большая уверенность у зеленой прямой, значит, мы к соответствующему классу, к серому относим. Вот, ну, то есть, ну, понятно, да, относим к тому классу, которого у нас, как бы, в котором я глубже всего нахожусь. Уверенность в котором больше всего. Ну, такая нехитрая задумка. Проблема этого подхода в том, что, ну, во-первых, мне нужно обучать К-моделей вместо одной. То есть для каждого класса свою модель. Ну, это вообще в К раз дольше. А вторая проблема в том, что при обучении мы не говорим моделям, что потом будем сравнивать их выходы между собой. То есть, вот видите, вот на этом слайде, я когда формулу написал, я сравниваю выходы всех моделей и отношу к тому классу, чей выход максимальный. Но модели, когда обучались, не были в курсе, что я буду их сопоставлять. И, может быть, например, я какую-то одну модель, например, а вторую, когда буду обучать, у нее же там скалярное произведение WK на X. Может быть, вот я там что-то плохо регуляризую, и у меня бы эти веса получатся очень-очень большие. И из-за этого эта модель всегда будет доминировать при сомнении с другими. Это вот не очень хорошо. То есть тут, возможно, вот такие приколы с тем, что модели не согласованы между собой. Ну, это можно вылечить, если я буду грамотно регуляризовать их. Но вот про это стоит помнить. Есть другой подход. Называется All vs All. Все против всех. Значит, так, еще раз объяснить, как модель можно... А, ну давайте, хорошо. Вот представьте, что у меня есть три модели. А один, а два, а три. И вот так сложилось, что у меня у первой модели, допустим, веса там тысяча и десять тысяч. Ну, так сложилось случайно. У второй модели веса там, например, один и три. И у третьей модели веса там, ну, например, там ноль-два. Тогда, вот какой бы я объект ни взял, значение скалярного произведения первой модели, первых весов с этим объектом будут больше. Типа здесь там будут какие-то там десятки тысяч в скалярном произведении. А здесь они будут меньше. И вот из-за этого, просто из-за того, что я не уследил, и эта модель переобучилась, и у нее большие веса оказались, значение скалярного произведения будут больше у этой модели. И как бы, когда я буду сравнивать вот эти вот скалярные произведения для разных классов, первый класс будет, ну, типа, побеждать, скорее всего. Просто потому, что я не уследил, и модель переобучилась. Вот. Ответил на вопрос? Хорошо. Ну, и последний, ну, да, последний метод, который тут вот может оказаться полезным. Все против всех. Значит, здесь идея другая. Ну, вот давайте даже я формулы не буду вдаваться, а нарисую вам схему, как это работает. Значит, вот у меня, допустим, есть три класса. Первый, второй, третий. Я строю столько классификаторов, сколько у меня пар классов. Ну, здесь у меня есть пара первого класса со вторым, первого с третьим и второго класса с третьим. Все, других пар классов нет. Я строю три классификатора. А1-2, А1-3, А2-3. Каждый классификатор учится отличать только эти два класса между собой. То есть, например, вот у меня есть классификатор А1-2. Он вот только говорит, я даю объект. Классификатор говорит, это первый или второй объект. Ну, первый или второго класса объект. Окей. Значит, вот у меня для всех пар классов есть классификатор. Классификатор. Применяю. Ну, и, например, получается, что у меня в борьбе первого классификатора со вторым, точнее, первого класса со вторым, победил первый класс. В борьбе первого класса с третьим победил третий класс. В борьбе второго класса с третьим победил третий класс. Ну, вот скажите, вот в этом случае, если у меня вот такая турнирная таблица, к какому классу этот объект правильно отнести? К первому, второму или к третьему, как думаете? Да. Ко второму. Значит, АКМ равно К. Это значит, что я, когда сравнивал классификатором классы К и М, отнес к классу К. Так чего? Здесь вариант, что ко второму классу нужно здесь относить. А еще какие? К третьему. Так, к третьему. Наверное, к третьему. Третий класс победил больше всего раз. И вот действительно идея такая, что у меня по сути играет каждый класс с каждым и в итоге побеждает тот класс, который суммарно победил максимальное число раз. То есть я устраиваю турнир между всеми парами класса. И вот такая вот идея называется классификация всех против всех. All versus all. Она лучше в плане, что здесь уже не нужно согласование моделей между собой. Но проблема, что здесь нужно обучать порядка К в квадрате моделей. То есть мне нужно обучить свою модель для каждой пары классов. Это примерно К в квадрат модели. Это может быть очень много. То есть если у вас там тысяча классов, вам понадобится около миллиона моделей. Ну это too much. Ну еще есть вопрос. А как измерять ошибку? Как вообще мерить, какая модель хорошая, какая нет? Ну базовая метрика качества, которую мы обсуждали для таких задач, это доля ошибок или доля верных ответов. И они вполне себе применимы и здесь. Я могу посчитать, на кой доле ошибок я угадал класс. Ой, на кой, извините, я что-то путаю слова сегодня. На кой доле объектов я угадал класс, на кой доле объектов я не угадал класс. Это все можно делать. То есть вот как бы там error rate или accuracy посчитать вообще напрямую можно так же, как в бинарной классификации. Ничего не меняется. А вот если я захочу посчитать что-то более хитрое, например, precision, то вот его обобщить на случай многих классов сильно сложнее. Есть два подхода. Как для многоклассового случая вычислять там precision, recall, fmeru или какие-то еще метрики качества классификации. Здесь варианты есть такие. Есть микроусреднение и макроусреднение. В случае с микроусреднением я делаю следующее. Я для каждого класса, то есть для задачи отделения как бы катого класса от остальных, вычисляю матрицу ошибок. True positive число, false positive и так далее. Вот я их обозначаю там true positive, cata, false positive, cata и так далее. После этого я суммирую по всем классам вот эти вот самые true positive и так далее. Точнее усредняю. И подставляю их в формулу для precision. То есть типа у меня, допустим, три класса confusion. Ну нет, все-таки я это вроде бы называл матрицей ошибок. Ну да, 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 хорошо, да. Это действительно в оригинале называется confusion matrix, да. Вот, то есть я для каждого класса, там, допустим, у меня три класса, посчитал матрицу ошибок. Это мы умеем делать для сдачи отделения каждого класса от всех остальных. Дальше я усредняю элементы этих матриц, получаю вот такую усредненную матрицу ошибок и по ней вычисляю precision. То есть, например, беру там первую строчку и смотрю в ней долю первой ячейки, чтобы почитать precision. Это называется микроусреднение. В случае с макроусреднением я делаю иначе. Беру задачу отделения первого класса от остальных. Для нее считаю precision. Беру задачу отделения второго класса от остальных. Для нее считаю precision. Ну и так далее. Посчитал это для всех классов и усреднил precision по всем классам. Это макроусреднение. В чем отличие? В том, что во втором случае в макроусреднении, вот когда я, например, посчитал precision, ну, precision у меня как бы он от баланса классов особо не зависит. У меня вот просто есть показатели для каждого класса. И если я делаю макроусреднение, то, по сути, у меня в итоговую метрику, в итоговый усредненный precision одинаковый вклад дают все классы. А вот здесь, в микроусреднении, я суммирую в эти базовые показатели сначала, true positive и так далее. И если у меня какой-то класс очень маленький, то у него там и true positive, и false positive будет очень мало. И он даст очень маленький вклад в суммарную матрицу ошибок. Потому что у маленького класса true positive будет, допустим, 10, а у большого класса их там миллион может быть. И десятка на фоне миллиона, ну, затеряется просто. Поэтому в микроусреднении, в итоговую метрику, у меня будут давать больший вклад более крупные классы. Вот такая вот идея. Так, в какой-то лекции слышал, что микроусреднение всегда равно accuracy. Это странно. Там как минимум precision и recall будут разные получаться. А, или вы имеете в виду, что если микроусредненное accuracy посчитать, то это будет как общая accuracy, да, обычная. Да, это правда. Это правда. Так, вот Егор спрашивает, а если мы там применяем не one versus all, а all versus all, то как это все считать? Также это считается относительно того, как вы строили модель. То есть все равно, вы же модель посчитали, она у вас какие-то классы выдает. Вы рассматриваете катый класс какой-нибудь, смотрите, насколько вы там нашли его объект, насколько вы перепутали его с другими объектами, вы можете для него confusion matrix построить. Поэтому да, все точно так же, независимо от того, как вы модели построили. Вот, вот, такие дела. Вопросы какие-нибудь? Так, если в State and Learn не использовать classification report, то не будет микроусреднения, будет только accuracy вместо общего F1. Но при этом там, по-моему, если вы, например, запускаете отдельно подсчет F1 скоро, там вы можете выбрать способ averaging, то есть типа micro averaging или macro averaging. Вот там вы можете это выбирать. Так вот, Тимур спрашивает, если all versus all настолько трудозатратнее, зачем его использовать? Ну, может оказаться, что он чуть точнее, потому что, ну, вы строите больше моделей, да, каждая модель работает на более простой выборке. Вполне может оказаться, что качество будет выше. Но в целом, действительно, all versus all скорее экзотический метод, потому что он трудозатратнее, а это обычно важнее, чтобы у вас не супердолго обучалась ваша модель. Ну вот. Так, еще вопросы? Вроде бы вопросов нет. Ну, хорошо. Я на самом деле не очень хочу начинать тему про деревья, потому что, ну, там лучше большим куском ее рассказывать. Поэтому есть предложение на этом на сегодня закончить и пойти залечивать травмы после проверочной, которая была в начале лекции. Вот. Ладно. Тогда обсудили все. Поздравляю вас с тем, что мы закончили обсуждение линейных моделей. В следующий раз будем говорить про деревья. Увидимся в следующую среду. Все. Давайте. Хорошей вам недели, хорошего дня. С днем космонавтики вас. До свидания. С днем космонавтики вас.